Цель! Цель! Захват террористов, освобождение заложников, борьба с бандформированиями. Это задача специального батальона милиции. Брати ручки! Контролируем! Кое-где сохранившиеся таблички «Беркут» раскрывают происхождение этих спецов. Немного исправились, скажем так. Мы провели очень большую работу над ошибками и выяснили, где у нас, в нашем подразделении есть слабые места. Сейчас мы их устраняем. Прежние спецподразделения расформировали после событий на Майдане. С тех пор слово «Беркут» ассоциировалось с кровавым разгоном студентов, издевательствами над активистами и даже убийствами. Знаете, говорится, кто не работает, тот не ошибается. Мы не говорим сейчас о каких-то грубейших нарушениях, но тяжело. Потому что, знаете, «Беркут», мы же не виноваты. Мы солдаты, мы выполняем приказ. В Харькове не был уволен ни один человек. По собственному желанию также никто не ушел. Только те, у кого на нас у пенсии. В батальон добрали новых людей. Главный критерий не только физподготовка, но и отношение к ситуации в стране. Главный чисто, беременно. Главный, эвакуация. Главный, погоди. Теперь СБМ несет службу вместе с Носгвардией на 30 постах Харьковщины и постах ГАИ на выездах из города. Буквально накануне ночью удалось задержать опасных преступников. У одного была граната, F1, в кармане находилась. При дальнейшем, когда приехала следственная оперативная группа, то есть дальнейший осмотр транспорта, оказались там еще патроны 5,45, калибра боевые. Из новых задач СБМ еще и охрана общественного порядка на культмассовых мероприятиях. Водомет в Харькове не применялся еще ни разу. Одна из новинок – добавление в воду краски, которая остается на одежде нарушителей. Они обычно в первых рядах акций протеста. Потом их легче задержать, рассказывают бойцы журналистам. Тут же демонстрируют приемы самообороны. И учат обороняться журналистов. Мечтала это сделать последние 4 месяца. Шутит позже на своей странице в фейсбук журналист СТБ Мария Малевская. Именно съемочной группе этого канала досталось в феврале от предшественников СБМ. Беркутовцы избили оператора и разбили технику. Кто именно напал на журналистов, следствие до сих пор не установило. За Санькину разбитую голову, за нашу раскрошенную технику 19 февраля под Академией ВВ. Пишет Малевская. Татьяна Датсяк, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.